Современная наука помогает даже в поисках эликсира молодости. Как при помощи высоких технологий повысить продолжительность жизни в короткий срок? И как это сделать в масштабах государства? Сейчас у ученых уже есть ответ на этот вопрос. О достижениях в области геронтологии репортаж Анастасии Машкиной. Победить старость нельзя, но можно замедлить процесс старения. Человечество тысячелетиями мечтало об универсальном эликсире молодости. Его поиски в последние столетия обрели научную форму. И бессмертие, возможно, тут дело техники, что называется. Единственное сейчас существующее на данный момент ограничение – это головной мозг, который, в общем, если заставить его омолодиться, то пропадет вся информация, и будет уже другой человек. А если, допустим, научиться перекидывать нашу душу в компьютер, выращивать новую болванку и перегружать обратно, это будет уже бессмертие полное. Абсолютное бессмертие – задача из разряда сверхъестественных. Ученые-геронтологи пытаются решить задачу минимум – продление человеческой жизни на несколько десятилетий. В принципе, для серьезной борьбы со старением нужно научиться заменять клетки внутри человека. Ну, так же, как в автомобиле не заменяют детали. И это касается не только нервных клеток, но также и всяких других. Основатель геронтологии Илья Мечников говорил, старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую. Именно он первым предсказал путь, по которому следует идти ученым. Он предположил, что накопление токсичных веществ опережает их удаление. То есть клетка оказывается в отравленной среде отходов. Это одна из главных причин старения, названная ученым. Клетка обрастает отходами, так же, как мегаполисы постепенно окружают себя полигонами по утилизации мусора. Лишь избавившись от подобных веществ, организм может омолодиться, считает английский ученый-геронтолог Обри де Грей. Предпочитаемый мной подход – это улучшить возможности клетки разрушать внутриклеточный и межклеточный мусор. И здесь не используется стволовая терапия или замена клеток, а мы работаем с уже имеющимися клетками. Замедлить возрастные изменения в межклеточном пространстве может самостоятельно каждый человек. Правда, к этому нужна сила воли. При ограничении питания у нас клетка начинает расходовать собственные резервы. И за счет этого увеличивается скорость обмена, введения новых мощностей. И клетка сохраняется в молодом состоянии. А когда у нас питания очень много, то, допустим, те же мощности в клетке, которые производят энергию, они работают в плохом режиме и производят много вредных продуктов. Возможно, со временем специалисты изобретут лекарства, имитирующие ограничение калорийности питания. Сейчас известны препараты, которые положительно влияют на организм. И, как следствие, на продолжительность жизни. Это антиоксиданты, разные ингибиторы, пептидные биорегуляторы и другие, получившие название геропротекторы. Это мелатонин и пептиды. И во всех этих областях российские ученые несли очень существенный вклад. Так что здесь можно говорить о том, что эти препараты доступны, они внедрены в клинику. Их можно применять с целью профилактики преждевременного старения уже сегодня. Главный геронтолог России Владимир Анисимов приводит пример, как можно повысить продолжительность жизни в короткий срок, если делать это в масштабах государства. В Западной Германии средняя продолжительность была намного выше, чем в ГДР. Все изменилось после объединения государства. Ожидаемая продолжительность жизни и смертность сравнялись в этих странах. А по темпу прироста столетних бывшая ГДР даже опережает бывшую федеративную республику. Это говорит о том, что если инвестировать серьезные средства в оказание помощи пожилым и в профилактику преждевременного старения, то можно уже за короткий исторический срок получить такие же результаты и в нашей стране. Человек научился выращивать кожу, кости недалек день, когда врачи сумеют менять кровеносные сосуды. Если мы научимся, допустим, бороться с инфарктом, инсультом, раком, мы тем самым уже можем говорить о неком вкладе в долгожительство. И я думаю, что это будет именно так и происходить. То есть будут развиваться какие-то подходы для просто лечения различных проявлений старости. Существуют организмы, которые живут веками, а некоторые растения – тысячелетиями. Долгая жизнь без старости не противоречит законам природы. Это еще один плюс в пользу ученых, которые ищут секрет вечной молодости. Анастасия Машкина, Олег Лухих, Майя Тавхилидзе, Мария Кошлякова, Вести. Продолжение следует...